так всем щербет дорогие друзья снимать буду сейчас на новую камеру заодно такой видеоэксперимент будет в общем у нас еще очень жарко но просто нереально жарко напишите кстати как у вас погодка там и вы проживаете но нас там что-то вроде 32 градусов сегодня было короче лето так не отступает не хочет отступать но вскоре все-таки похолодает и захочется чего-нибудь тепленького кого-нибудь чайка кофейка да на работе это где-то может быть на природе либо еще в каком-нибудь другом холодном месте поэтому я хочу обобщить свой некий опыт использования и продажи термосов и поговорить какой же термос лучше выбрать на зиму на осень на зиму на холодное время года стоит ли переплачивать либо купить что-то подешевле это все буду вещать на основе того опыта которая за почти четыре года работа работы в аудор тематике тематике походов кемпинга куча термосов продана и были возвраты я знаю что люди говорят какими термосами по они пользуются какие проблемы с какими проблемами они сталкиваются и что вообще происходит поэтому тогда этот выбор термоса от еще разок сразу хочу сказать что так сегодня мы коснемся смотрите вот я сам пользуюсь стэнли вот это вот моя баночка вот это вот для еды термос домой потом вот этот тормоз тормоз я тормоз еще один термос для еды тоже мой только побольше термо бутылка ну там еще чашки есть но в общем этого достаточно думаю есть из новых того что я не юзал то что продается у нас то трамповский термос но я взял маленький чтобы проще было нести это тонковский термос и также поговорим о новой серии от стэнли стэнли мастер конечно это термос и которые вообще в принципе не имеют себе аналогов но давайте обо всем по порядку и так самая главная проблема с которой я столкнулся при общении с людьми заключается в том что люди как всегда не хотят переплачивать хотят купить максимально что-то дешевое и потом мучаются потому что это дешевая нихрена не держит они следуют на то что мол вот мы купил термос да не держит выкинул купил 2 не держит я уже их этих базарных термосов кучу по перенакупал уже целый там коллекция ящик какой-то на балконе лежит с ними но они все не держат мол ваши термос и держат я всегда спрашиваю за сколько вы покупали свой термос люди там говорят 250 гривен там это грубо говоря 10 баксов ребята если вы выбираете термос как ни странно первое что вам нужно сделать это посмотреть на его цену и на бренд который этот термос производит если вы покупаете ноунейм за 10 долларов знайте что клапанная крышка эта кнопочка у вас как правило через месяц может через два в лучшем случае сломается вы будете искать по всем базаром а есть вот крышечка отдельно клапан вот этот вот кнопочный 2 все будут посылать на три веселых буквы и вы будете страдать что он у вас протекает он у вас все тепло выходит через верх через этот клапан в общем давайте вот первый такой тезис термос 05 должен стоить в розничном магазине ну где-то камеру чуть поправлю не дешевле плюс-минус понятное дело цели не цена может варьироваться 20 долларов там 500 гривен туда-сюда я не знаю сколько это в рублях 1000 рублей не может 1200 рублей 20 долларов если этот термос 07 вот такой вот то он уже должен стоить где-то 30 долларов начиная от таких цен если литровый там он уже должен стоить где-то 40 долларов и так далее дешевые термосы не будут держать почему потому что основная масса 90 процентов может какие-то другие технологии используются но как правило сейчас все термосы вакуумной с вакуумной колбой то есть безвоздушное пространство просто выкачивается воздух запаивается колба поскольку вакуум это не теплопроводящая скажем материя как это правильно сказать не теплопроводящие существо это существо вещество то и эти термос и понятное дело хорошо держат как раньше все вспоминают при советском союзе были стеклянные да еще китайские я помню такие со всякими рисунками до было но стоило его немножечко ударить и там ломался вот такой вот отламывался от этой колбы внизу стеклянный этот пиптик и все он протекал его можно было выбросить сейчас термос и более удара устойчивая как правило повторюсь они вакуумные может какие-то бренды до используют вот эти вот запенивание монтажной пеной между стенками может быть но более или менее нормальные бренды все используют вакуум поэтому когда вы покупаете дешевый термос то как правило это вакуумная колба из нее уже весь вакуум вышел и он у вас из термоса превратился просто сосуд для воды бутылку для воды когда вы наливаете в него горячее он сам нагревается и конечно ни хрена не держит а вакуумный термос у него два состояния либо он держит хорошо либо он не держит совсем поэтому от технологии его цены насколько это колба правильно завакуумирована запаяна и зависит успех и так совсем недавно на рынке появились термос и трамп они недорогие и в принципе зарекомендовали себя хорошо сборка осуществляется в китае несмотря на небольшую цену они очень прикольно выглядят у них есть несколько серий трамп классик трамп лайт и трамп грин лайн если я не ошибаюсь начиная от 0 5 очки маленький заканчивая 2 и 2 литра такой огромный термос проверено держит хорошо у них на коробках пишут показатели они этим показателям соответствуют очень приятная такая неожиданность в том что имеют две чашечки это прикольно вроде бы казалось бы да что здесь такого придумать чтобы 1 вкручивалась другую но не все до этого додумались или не хотели додуматься крышка классическая без всяких кнопок если чуть-чуть приоткрыть можно наливать потому что здесь предусмотрены специально обученные вот такие желобки по которым ваш чай будет стекать ну обычно опять же колба я не советую вам брать термос и с кнопками потому что в кнопках забивается чаинки в кнопках протекают они через кнопки ломаются эти кнопки даже в более знаменитых брендов поэтому я бы предпочел вот такую крышку глухую в ней ломаться просто нечему если вы видите трамп то трамп можете покупать возвратов пока не было по ним особо у меня лично вообще не было может у кого-то и были из моих коллег я не знаю то тонко то тонко это очень такой прагматичный немецкий бренд который не заморачивается с покрытием видите они у них все такие полностью из нержавеечки принцип тот же обратите кстати внимание что пробка на то тонко что пробка на трампе не знаю видно не видно короче они одинаковые можете мне поверить на слово что наводит на некоторые мысли до тоже термос и очень хорошо себя зарекомендовали но имеют одну чашечку вместо двух у трампа держат без проблем тоже вакуумная колба по тонку можете смело брать были у нас еще термос и избит они мне не очень нравились хотя тоже уважаемая фирма туристическая с 1936 года существующая чем мне не понравился избит внешним покрытием а так внутри они вроде бы держат но вот это вот покрытие у них я видел видео где очень световали на то что они быстро стираются быстро обтирается покрытие кавеи еще есть но кавеек по как правило кнопочные не хочется из-за этого и брать стэнли стэнли берет свои гарантии дорогие друзья наши украинские поставщики не знаю как в россии дают 25 лет в штатах это вообще пожизненная гарантия lifetime вообще но некоторые проблемы у меня с ними все-таки были вот такая банка для еды и даже снимал отдельный ролик а где-то спустя год перестала держать без видимых на то причин не поменяли по гарантии тоже 2 есть на ней вмятинка но это никак не сказывается это работает хорошо термобутылка тоже значит я на ней когда-то сидел на природе как на бревне и она получается немножко изогнулась вот она не круглая так если покрутить чувствуется что не присутствует вмятины не знаю видно нет но держать она от этого хуже не стала такая уже видавшая виды моется все хорошо отлично видите но есть налетик на не видно до силиконовые уплотнители и спустя сколько ей уже года четыре точно себя чувствует пока хорошо потом не знаю посмотрим как она будет то есть стэнли можете брать но понятное дело что вы переплатите дорогие друзья как показывает практика ну если мы берем серию стэнли классик то она где-то будет дороже ну раза в три наверное чем трамп но может в два с половиной раза грубо говоря вы можете купить два термоса трамп или один термос стэнли ну может быть термос стэнли такого же объема будет держать чуть чуть лучше температуру но не кардинально если вы покупаете официально будьте уверены что поставщик вам поменяет это конечно да тут вообще вопросов нет но отдельно это жемчужина нашей такой вот нашей коллекции хотел сказать ребят они запустили стэнли серию мастер чем она отличается от остальных термосов как правило у всех термосов есть потеря тепла через верх потому что здесь уже вакуумная колбочка у нас заканчивается здесь идет просто металл и крышка и вот эта часть у них нагревается отсюда идет потеря тепла что сделали в стэнли они за шара баха ли вакуумную колбу вот сюда вот в крышку поэтому потери вообще просто минимизм минимальные даже через крышку не уходит практически тепло это первое второе они еще на полмиллиметра сделали толще сталь с термос тяжелый когда вы берете в руки вы понимаете что он просто противотанковый и сама чашка она с прикольным резиновым дном она не ерзает она тоже тяжеленькая и она двухслойная сама чашка является по сути термо чашкой просто убойный комплект тоже молотковая покраска вот такой вот термос 07 чтобы вы понимали держит 27 часов ну таких показателей я не знаю где еще есть вот такие дела друзья пишите в комментариях какими термосами пользуетесь вы я знаю что еще есть там завируши есть может быть какие-то там ну я вот сталкивался только стэнли трамп то тонко кавея избит ну и завируши если есть какие-то еще стоящие бренды обязательно напишите об этом в комментариях какие термосы вам служат долгой верой и правдой не забывайте поставить лайк да поделиться этим видео с друзьями и коллегами назад на как нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видосы а с вами был еще разок увидимся пока